Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванов и сегодня у нас в гостях в открытой студии свободной прессы известный публицист, писатель, автор множества книг, футуролог Максим Калашников. Максим, здравствуйте. Добрый день. Максим, вы, наверное, человек, известный на всю Россию своими книгами, воспевающими советскую техническую цивилизацию и рассказывающий о путях преодоления сегодняшнего кризиса и прорыва России в будущее. Но настоящую известность вы получили после 2010 года, когда все телеканалы страны показали, как вы обращаетесь с письмом к премьер-министру Владимиру Путину, тогда он был премьер-министром, и к президенту Медведеву, и говорить о том, что стране нужна настоящая модернизация. Я не употреблял этого слова. Я не люблю его. Развитие. Нужно развитие. Россия, вот прошло три года с тех пор, что можно сказать, какие итоги? Какие итоги? Ну, Российская Федерация не Россия. Россия распалась в 1991 году, в Советской Союзе была Россией, а Российская Федерация просела еще глубже по пути, собственно говоря, о деградации своей. Если брать не слова власти, а ее дела, то мы идем дальше по пути деиндустриализации и неразвития. То есть тогда был чистый эксперимент, когда нам сказали, что вроде власть что-то не знает, ей можно посоветовать. И вот мы ей попробовали ее наставить на путь истинный. Она не вняла этим наставлением. То, что она сделала, это чистая имитация. И я пришел к выводу, что эта власть безнадежна. Но, может быть, так и по всему миру, если послушать отчеты правительств Индии, Пакистана, Ирана, Египта, до революции, конечно же, то обычно говорят, да, ВВП вырос на столько-то процентов, все нормально, что-то где-то строится. Нельзя сказать, что власть ничего не делает? А что она делает? Она имитирует деятельность. Но если вы возьмете базовые показатели для деятельности страны, во-первых, страна должна жить реальным сектором. Сектор услуг, он вторичен. Кроме того, если вы имеете развитое производство растущего, причем качественное, не сырьевое, а высоких переделов, у вас одновременно развивается и наука, это благодатная почва для науки производства, прикладная и фундаментальная, и образование, это тесно связанные системы. Ты выбиваешь развитие сложной промышленности, высокоразвитой, у тебя падают и наука, и образование, спасти их по отдельности невозможно. Посмотрите на базовые условия. При нынешних процентных ставках по кредитам промышленность развиваться не может. Ее просто душит. Падение промышленности сейчас в 2012 году. Следующий момент налоговая политика. Налоговая политика нацелена на удушение реального сектора. То есть те налоговые льготы, которые имеют обычный западный промышленник, в Российской Федерации недоступны. Те налоговые вычеты за обновление развития своих предприятий в Российской Федерации нет. Эта попытка вести их блокируется наглохо. Я считаю, что ответственность за это несет и Владимир Владимирович Путин, поскольку он подбирает кадровый состав, кто в главе экономического блока, значит и он отвечает за эту политику. И, наконец, поспешное вступление в ВТО на совершенно кретинических условиях делает невыгодным любое сложное производство Российской Федерации. То есть в данном случае власть не на словах, подчеркиваю, на деле, создает все условия для дальнейшей деиндустриализации страны. За время управления Владимира Владимировича Путин с 2000 года численность промышленных рабочих упала на четверть. С 12 до 8 миллионов. То есть на самом деле, если тогда мы в начале правления Путина от нефти и газа зависели примерно на 50%, сейчас он зависит на 90%. Страна стала суперсырьевой. То, что я жил при Брежневе, я видел, как тогда деградировала страна, шла к своей гибели. И то, что делается сейчас, напоминает мне брежневскую эпоху только в квадрате. То есть никаких достоинств, но в основном недостатки, почему гипертрофированные. Я считаю, что эта ситуация кончится как с коллапсом Советского Союза, коллапсом Российской Федерации. Лемминги, видимо, должны рухнуть с обрыва, пока власть прет по накатанной клее деградации. Вот наш читатель Алексей Дударев задает вопрос. Максим, почему Путин все свое правление располагает такими огромными средствами от продажи природных ресурсов, а по некоторым оценкам это до 6 триллионов долларов, не вкладывает их в развитие страны, чтобы, используя эту уникальную возможность, которой, кстати, не было ни у Сталина, ни у Хрущева, сделать страну высокоразвитой, самодостаточной и независимой. И как таким образом ему 14 лет удается водить за нос российское общество? Если послушать любое публичное выступление Путина, Медведева, то у нас действительно все хорошо. И обычно они отвечают в стиле, у нас что, трамвай не ходит? Ну, во-первых, давайте начнем, так сказать, по порядку. Во-первых, не все общество дурачено. А дурачено примерно, ну, процентов 40. Остальные голосуют за Путина только потому, чтобы не пустить к власти болотных. Ну, условно, совокупного синтетического Лешу, Немцова там и прочее. То есть, они еще хуже, просто у людей, переживших 90, они вызывают трясучку. 20 где-то процентов, наверное, за Путина голосуют от безнадежности. То есть, от 40 где-то, ну, до почти 50 процентов истинное положение дел в стране, конечно, видит. Просто не видит альтернативы. Пока еще. Остальные 50 процентов это лемминги. Ну, к сожалению, произошла деградация населения, это совершенно точно. Люди не думают, они просто понимают только простые формулы слове, местные, так сказать, какие-то. У этих людей уже разрушено логическое, рациональное мышление. А чтобы понимать экономику, надо обладать и знаниями. Все-таки в объеме советской школы у нас очень хорошо учили. Политэкономия была моим любимым предметом, кстати, в школе. Хорошо нас учили в советской школе, что такое экономика. Они воспринимают просто простые пиарные ходы. Это уже, конечно, лемминги, безусловно. Где-то примерно половина населения, это действительно люди с умственным развитием. Либо ребенка, варвара умственно отстала. Следующий момент. Все знают, что я Путина, в общем-то, никогда не, так сказать, пел ему о сандефирамбов. Но я хочу сейчас сказать слова в его защиту. А Путин не может потратить эти деньги на развитие страны. Он очень сильно зависит от своей, собственно говоря, своей комарилии, своего поддерживающего слоя. Он пришел на, так сказать, кто его поддерживает? Слой, который рассматривает растатки России, Российской Федерации, как колонию для грабежа. А власть как средство превращать, так сказать, власть в капиталы личные. Если он начнет развивать промышленность, он должен будет уничтожить этот слой. Он помеха индустриализации. Посмотрите, какие из них индустриализаторы. Они все привыкли, собственно говоря, жировать на грабеже страны. И Путин вынужден им потакать. Иначе они сбросят Путина. Ну, как в свое время Екатерина II, она же пришла власть в результате государственного переворота. Да, он очень много сделал для страны. Там Новороссия присоединила. Но ей все время приходилось тех, кто ее привел к власти, ублажать, отдавать им все новые, новые государственные земли. Крестьян, прочее, прочее. Путин оказался в этом положении. Ему надо все время ублажать свое ближайшее окружение, своих диадохов, палатинцев, или как это сказать, свой, так сказать, сплайкоман. Ему надо устраивать бессмысленные олимпиады, чтобы они могли на ней покормиться. Понимаете? Потому что индустриализация, во-первых, означает уничтожение этой ближайшей гвардии Путина, как не способна вообще никакому развитию. И, во-вторых, индустриализация придет в том, что поднимутся совершенно новые силы. Рабочий класс, инженеры, национальные и несырьевые промышленники. Кстати, национальные и несырьевые промышленники ошибочно записывать в одну буржуйский класс, например, с владельцами торговых сетей, которые торгуют импортом или с сырьевиками. Или с сырьевиками, кто торгует нефтью и газом. Они по психологии, кстати, среди промышленников очень много сторонников такого дирижизма, столь Рузвельта, стиля Сталина. Это такая... Я не люблю ни левых, ни правых. Это для меня оба тупики, а человек третьего пути. Левые и правые для меня крайне одинаково отвратительные. Вот левые записывают всех в буржуев. И не видят разницы. И всех в одну кучу валют, и отталкивают себя под потенциальных союзников. Если промышленники начнут подниматься, они будут совершенно новой силой. И тот же рабочий класс, и инженеры, и высокотехнологичные предприниматели, из которых могут вырасти, из бизнеса в которых могут вывести новые высокотехнологичные корпорации, они просто сметут сырьевиков. Вот тот класс, правящий класс, кавычка класс, или это новая феодальная, такая неофеодальная, классикапиталистическая элита, в кавычках, она будет сметена. А ей это не нужно. И поэтому в Российской Федерации, на самом деле, на деле осуществляется деиндустриализация. Ну, как просто классовое чутье, их подсказывает, но индустриализация для них смерть. И создается такой полукриминальный паханат. Значит, вот Москва, куда стягиваются все сырьевые доходы, нефтедоллары и нефтегазодоллары. Вокруг сидят убыточные регионы, где нет промышленности. И паханы в Москве, значит, раздают страждущим пайки. Сами себе взяли и пайки, и крошки. Зачем? Потому что, чтобы все стояли перед ними на вытяжку. Это, по-своему, эффективная, кстати, система власти. Упрощение, примитивизация страны, превращение всех регионов в убыточные, фактически, деиндустриализованные. А Москва, стянув все сырьевые богатства, она сидит, как распределитель пайков. Но при падении цен мировых на нефтегаз эта система разрушится почти в одночасье. Видимо, к этому все дело идет. Ну, что же делать? Мы предупреждали. Нашим предупреждениям не мяли, видимо, лемминги действительно должны рухнуть с обрыва. Ну, следующими после Путина будем править мы, очевидно. Кому-то надо вытаскивать страну из такого положения. Наши читатели, Олд Алекс, так подписался один читатель, и Алена задают такой вопрос. Что вы думаете о населении России? Много ли там, по вашему мнению, патриотов? И как относитесь к тому, что все больше процентов россиян эмигрируют? И вы всерьез считаете, что патриотические силы, в случае с ним прийти к власти, будут реализовывать высокие технократические проекты? То есть вопрос о том, может быть, ни Путин, ни его окружение виноваты, а в том, что у нас и народ не хочет какого-то такого техногенного развития. На ваш взгляд, для современного российского общества прогресс сам по себе является самоценностью? Ну, во-первых, давайте опять с вами разделим, отделим мух от коклет. Во-первых, под названием патриоты вы гоните всех, загоняется всех. Я, например, не патриот Российской Федерации, я патриот будущей страны, Русского Союза, которая объединит РФ, Украину, Белоруссию, Приднестровье, Абхазию, Казахстан, как минимум. То есть это, я не коммунист, хотя очень уважаю Советский Союз, я националист, я придерживаюсь взгляда, что до 1917 года, что русский народ триедин. Это великороссы, которых сейчас называют только русскими, вот только великороссы. Это малороссы-украинцы и белорусы-белорусы. Нам нужно единство русского народа, то есть воссоединение нашей территории. Вот это патриот, я патриот именно этого пути. Я никогда не скажу, что Одесса, Харьков, Днепропетровск, это заграница. Я никогда не буду ненавидеть хохлов по приказу из Москвы, что называется. Я сам малоросс. И набью морду каждому, кто мне скажет, что я не русский. Мне в интернете пытаются сказать, что Калашник, ты не русский, ты хохол. Но только в интернете. Никто в открытую это не говорит. Так вот, давайте разберемся, какие патриоты. Есть патриоты вот такого великодержавия. Есть так называемая деградоросса, или мударусь, как я ее называю, которая говорит, нам бы лишь бы этнически чистое государство, хотя в пределах двух уездов. Причем русские, у них только Петрова и Ивановы. И то они должны здесь что-то циркулем померить, череп. Нет ли у тебя Афина-Угорска или там тюркской примеси? Они тоже, что ли, патриоты? Которые говорят, вообще отделить Северный Кавказ, а потом уже говорят, и татары надо с башкирами отделять. То есть на самом деле единого патриотического движения нет. Правильнее говорить о националистах. Северный Кавказ, который считает, что будущее за сильной экономикой с очень сильными социалистическими элементами, где будет многоукладность. И частная, и социалистическая, и кооперативная, и прочее. Ну, как в любой нормальной, развитой стране. То есть патриотические силы не едины. О какой части так называемых патриотов говорят, непонятно. Если я говорю о своих частях патриотов, о тех, кто я представляю, а я представляю партию дел, это промышленники, национальные несырьевые, то мы, в принципе, вполне за технократическое развитие. Следующий момент. Вы правильно сказали, население в Российском Федерации нет народа. С развалом Советского Союза русский народ, который имел хоть какую-то субъектность, в Советском Союзе он осознавался как единый народ, он распался сейчас на совершенно разные острова. Русского народа, как факта, пока не существует. Его предстоит воссоздать, пересобрать. Пересобрать это можно только в результате технократического развития новой индустриализации. Ну, сейчас завелась такая мударусь, извините за это сильное выражение, которое говорит, что нам надо вообще отказаться от промышленности, сойтись в селу, там всякие на одногектарные участки, на эти клаптики. Ну, не будем рассматривать этих сумасшедших. Это уже, собственно говоря, люди, которые бросают нас новую архаику, потому что без технократического развития, без промышленности, которые, кстати говоря, предусматривают высокую автоматизацию, высокую частоту процессов, малое загрязнение. И совершенно не отрицает развитие сельского, между прочим. А сельское хозяйство уже в высокотехнологичной давно отрасли. Это уже давно не саха с лошадкой. В том числе, кстати, и чистое сельское хозяйство без, так сказать, удобрения ИГМУ, оно тоже высокотехнологичное. Вот без технократического развития, если русские превратятся в такую мударусь, которая откажется от техники, от промышленности, ну что ж, ну вы будете кланяться китайским клонизаторам. А они-то промышленность не будут ломать. А история говорит о том, что тот, кто развивает, у кого развита промышленность, наука, это сильное оружие, это большие возможности, это богатство. И он правит аграрными отставыми нациями. Это ему в советской школе учили. Но, видимо, это мударусь, так называемые псевдонационалисты, или деградоросы, они уже в советской школе не учились. Плохо учили уроки истории. Все эти стерлиговцы, анастасийцы, они все попадут под ермо. Да, с одной стороны китайцы, а с другой стороны будут мусульмане. Они лучше плодятся, кстати говоря. И, кстати, мусульмане свою промышленность ломать не собираются. Вот у них оно не очень развито. На то, что им удается развить, они холят или леют. Так что, ребят, против беспилотников, танков, броневиков, вы что будете с сахой воевать? Рогатками? Луками со стрелами? Современный беспилотник позволяет контролировать большие пространства и партизанское движение давить очень сильно. Так что я говорю так, что придется опираться, как и Сталину, в новую индустриализацию на очень активное, пусть даже на меньшинство. Но я оцениваю, что примерно на 30% людей, живущих в Российской Федерации, это крепкие люди с крепким технократическим сознанием. Советский союз не прошел даром. Они прекрасно понимают, зачем нужны новые заводы и фабрики, научно-промышленные центры, университеты, аграрные хозяйства передовые. Вот на это ударное ядро можно опереться. Остальные подтянутся, если задать это как вектор, то, соответственно, люди, следуя моде, большинство людей, следуя стадным инстинктом, они будут подражать тому, что горит наверху. И, наконец, последнее. А почему Путин и его соратники не делают технократическое новое индустриальное развитие никакой модой? Почему они строят стадионы вместо заводов? Вы же не можете обмануть людей, если они видят, что строятся в основном стадионы, универсиады, там деньги тратятся, посмотрите, куда тратятся деньги на футболистов. Польша уходит на вот этих негров с мячом, чем на научные институты, на заводы. В «Газпроме» поддержка этого футбольного клуба «Зенит» и покупка для него игроков, они, кстати говоря, тянут больше, чем вообще научно-техническая программа «Газпрома» в полтора раза. Когда вы так поступаете, вам никто не верит, вы можете с трибун говорить о новом развитии страны, о какой-то модернизации, но когда все видят, куда вы на самом деле тратите деньги, а рыба гниет с головы. Поведение верхушки такое разлагает все остальные страны. Вот и все. Ну, я сержант армейский, но если сержант сам не может бегать, прыгать, собственно говоря, показать подчиненным, что он умеет делать, не будет сильнее всех остальных, у него, простите, и отделение начнет разлагаться, а если он замкал взводы, ну и взвод пойдет разлагаться. Тоже масштабы всей страны. Но из истории известно, что любая индустриализация чревата еще и культурной революцией, и ломкой народной. Вы говорите, что мы обопремся на меньшинство, и не приведет ли это к такому народному сопротивлению. Куда вы нас тащите? У нас уже есть свой огородик, свой домик, автомобиль, или даже несколько автомобилей на машинах. И сейчас вы все хотите отобрать, заставить нас работать. А кто сказал, что я собираюсь отбирать у вас огородики? Пожалуйста, не хочешь, иди и копайся на своем огороде. Только тот, кто будет работать на новых заводах, у него будет хорошая зарплата, возможность иметь дом, содержать семью с тремя детьми, хороший, так сказать, социальный пакет, уверенность в завтрашнем, невозможность учиться. Пожалуйста, а ты копайся в огороде. То есть ситуация... Зачем их гнать туда? Не нужно столько людей, не любая индустриализация. Мы не стоим на пороге индустриализации 21 века, где людей в промышленности столько не нужно будет. Но это нам и хорошо. У нас громадные демографические потери. Так называемый развал союза и радикальная реформа, они же уничтожили только в Российской Федерации 13 миллионов человек. У нас рождаемость низкая. У нас сейчас нам индустриализация на руку. Вот. В этом отношении. Дальше. А зачем я буду отбирать ваши машины? Вы будете покупать машины, но с единственным условием. Вы заплатите за них и цену машины, и пошлину за ее ввоз сюда. Пожалуйста. А сопротивляться, так вы же и сейчас не сопротивляетесь. Вы не организованное население. Вы не сможете сопротивляться. Тот, кто взял власть здесь и обладает сплоченной группой, он и вас подчинит. Вы не можете сами организоваться, выйти против того, что вас угнетает. Ну, сейчас цены на топливо растут, цены на продукты растут, на ЖКХ растут. Людей вывезти на улицы по этому поводу с возмущением невозможно. За что выходят лемминги? Претестовать. За право вывозить сервис в США. Там, запустя рают, пожалуйста. Вот за это они выйдут. А вы за своим собственным интересом не можете выйти. Так что копайте своих огородов. Ведь у вас никто ничего не отбирает. Вот сейчас постоянно говорят, что образование становится платным, но многие люди готовы платить, чтобы окончить, условно говоря, заборостроительный институт и стать каким-нибудь дизайнером или менеджером. В то же время вузы, которые предоставляют блестящее техническое образование, такие как Бауманка, МИФИ, МФТИ, да, они просели, но и конкурс туда подчаса такой, что просто элементарный недобор наблюдается. Казалось бы, иди, учись. Как вам кажется, эта ситуация временная? И кто может людей, вот тех, как вы говорите, с крепким таким технократическим мышлением, кто этих людей способен объединить? Мы можем объединить. Это, во-первых. Мы представители прагматиков, третьего пути, национального несырева, капитала и развития. Это первое. Нам только к власти надо прийти. Это первое. Второе. Мы, как мы уже говорили, промышленность, образование и наука тесно связанная система. Это экосистема, понимаете? Если вы губите реальный сектор, о чем мы говорили вначале, у вас неизбежно начнут падать вузы, школы, кстати говоря, научные центры и культура за этим. Кстати, пойдем за этим следом. Если ты начнешь реальную индустриализацию строить не стадионы сочинские, не на футбол тратить 50 миллиардов долларов, а на заводы, на структуру дороги и жилье, у тебя начнется востребованность инженеров подлинно, не заборостроительных, этих менеджеров и дизайнеров, мастеров межпланетного туризма и парикмахерского искусства, а инженеров, специалистов. У них будут хорошие зарплаты, места для работы. Эти вузы поднимутся автоматически. Кроме того, будут введены некие, так сказать, цеховые требования. Ты выпустился из вуза, но ты должен пройти школу. Да, ты учишься в вузе, возродится советский порядок. Учась в техническом вузе, ты уже с третьего курса будешь работать на реальном заводе, в реальном НИИ. И с тебя выведет уже не полуфабрикат, а почти готовый специалист. Сейчас где учить? Вот в Бауманском институте. Ну, простите, МВТУ имени Баумана. Сейчас это университет, техническое училище по старому называлось. Ну, вот люди, или физтехи, которые учились, вот, например, Сергей Чернышев, философ, он с третьего курса в 70-е годы, в конце 70-х годов участвовал в работе, в реальной работе по созданию системы перехвата вражеского спутника на орбите. Спутник со спутником. А где им учиться сейчас? Распилом и откатом, что ли? Заводы вы побили. В Москве, когда-то Москва была по развитию высокотехнологичной промышленности с 70-го по 85-й год, там в четыре раза возросла доля высокотехнологичной промышленности в Москве. Там каждый робот, по-моему, пятый или четвертый промышленный робот выпускался в Москве. А куда сейчас идти будущему инженеру учиться в ходе учебы в ВУЗе? Нельзя же чисто теоретически на виртуальных картинках подготовить инженера. Он должен пощупать реальное тело, реальное железо, поучаствовать в реальной работе. Так что, если мы начнем индустриализацию, мы одновременно начнем поднимать настоящие ВУЗы. А эти арбузолитейные заборы стоят, они сами отомрут. Туда никто не пойдет учиться. Кроме того, можно ввести, ввести, создать союзы общества инженеров, биотехнологов, прочее. Пусть они тоже принимают экзамены, а выпускника ВУЗа. И выдают, например, стальное кольцо инженера. Ты сдал, ты вошел, как адвокат в США, закончил там Гарвард, но ты должен еще пройти экзамен в коллегии адвокатов. Ты получаешь свидетельство. Вот в каком-нибудь инженерном русском обществе, в русском пилотском корпусе, в русском корпусе ракетостроителей, условном, в ядерном корпусе, ты получишь свой знак. Я прошел здесь экзамен, я принят в корпорацию. Почему? Потому что я мне еще учился уже в ходе учебы в ВУЗе. То есть, на самом деле, неразрешимых проблем нет. А то, что сейчас делает правительство, что пытается отдельно от промышленности спасти образование, это все фигня, это мартышкин труд, изображение деятельности. Сейчас вот повышение роли учителей. Да какую вы роль повысите, когда у вас дезиндустриализация? Ну вот про власть поговорили, наши читатели, Юля, Дарья, Валерия, Наталья и Юрий задают такой вопрос. Максимов, в нынешней власти вас что-то устраивает? И есть ли какие-то политические силы в России, которых вы уважаете среди власти и среди системной оппозиции? Попробую ответить на этот сложный вопрос. В нынешней власти меня устраивает, пожалуй, только одно, что на худо, бедно, пусть иногда есть корыстные соображения и побуждений, пытаются удержать единство Российской Федерации, кое-как ее удержат, кое-как пытаются вести борьбу за Украину. Это тоже наша земля. Но все остальное меня в этой власти не устраивает. Я считаю, что рано или поздно эта власть так или иначе будет сменена. Либо она произведет революцию сверху сама, потому что попытка совмещать защиту традиций, веры, семьи и прочих с либеральной экономикой невозможна, либо она сама приведет новых людей против экономики, либо она завалится. Я на власти нынешних поставил крест. Она, пока она шествует к своему концу. Среди так называемой системной оппозиции. Ну, лидеры системной оппозиции. Мне, конечно, не нравятся. Зюганов, Жириновский, все эти, господи, это уже актеры. Они давно уже занимаются, они живут в своем мерке, они изображают некие, так сказать, политические течения. Но в рамках той же фракции КПР можно найти очень много хороших людей профессионалов, грамотных. Ну, просто это был единственный канал, через который не могли как-то попасть в какой-то эшелон. Ну, возьмите Смолина, Олег, великолепный, Николай Коломейцев. Я знал Костина, который при КПРФ, он сейчас уже не в Думе, но он был директором Воронежского механического завода. Он какую работу ввел тогда, в конце 90-х, начале 2000-х, до переворота так называемой «Единой России», когда «Единая Россия» захватила все профильные комитеты. Вот таких специалистов я очень уважаю. С ними можно работать, я считаю, что их можно будет перетащить потом к нам, кстати говоря, к прагматикам Третьих Путинств. Поскольку они технократы, на самом деле. И я уважаю некоторых несистемных политиков. Есть очень интересные фигуры в национистическом движении, которые не за раздробление, а за интеграцию, на самом деле. За разумную интеграцию русских земель. Так что, на самом деле, среди системы я так и говорю, пока людей не вижу. Это шоу. Это истинное шоу. Из первых фигур я бы никого не назвал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok